и еще раз всем здравствуйте я только что про листала последнюю главу лучей и половину вышедшую седьмой главы кристории но про кристорию как бы там изначально у нас заявлено что это хрень больная от и до и как анимешник очень бывалый я скажу что я просто всю главу зевала потому что это какая-то пародия на фэдстайнайт причем на то что я видела в сериале ну в общем про кристорию сейчас не будем а вот что касается лучей здесь у меня плохие новости для всех фанатов в первую очередь из перии потому что я сказала что я потеряла всякую необходимость ждать дюка в лучах и вот как только я это сказала сюжет догнал этот момент то есть в следующем месяце уже у нас та самая разборка спать и будет где было очень много текста замазано и не совсем понятно о чем там шла речь в общем следующем эпизоде мы уже основательно подружимся с дюком то есть феврале я так понимаю если у них по плану ничего не съедет вот потому что дюк уже здесь причем со стороны империи но это надо еще все выяснять и разбираться значит почему на моем канале все еще продолжаются какие-то разговоры про лучи на моем истерийском канале потому что из мультиверса нельзя просто так взять и вычеркнуть один из важнейших миров я хочу просто чтобы все фанаты висперии были морально готовы к тому что терка любми рейс и tales of the race является ее прямым продолжением потому что юрий у нас первый персонаж который появляется в самой первой главе он очень здесь важен для развития самого икса который уже у нас проснулся как балор я надеюсь все таки хоть немножко с мифологией у вас к этому моменту зависла как извините техника что-то подводит меня сегодня вот в общем дюк здесь откровения все будут в следующем месяце для фанатов висперии игры откровения будут сразу говорю такие что вы просто сейчас все текущее положение хэд канона спишите в бредятину и я вас пойму но дело в том что для меня висперия как игра вообще не существует я читала книги и я разбиралась со всеми оттаровыми инкарнациями по всем толстовым мирам то есть для меня терка люмер из которой мазершип это всего лишь один из миров который часто фигурирует потому что он достаточно прикольный но на самом деле лор там совершенно ужасный и то что происходит к истории я еще раз говорю пока что у меня вызывает зевоту где меня реально пробрало так это вот в книге джудит когда там рассказывали про аккрецию про их про то что случилось на темзе короче вот так что юрий лоуэлл с которыми вы будете юрий лоуэлл с которыми вы будете дальше иметь дело в основе своей все равно вот как он сказал вообще вообразить невозможно что может в жизни тобой приключиться ну в общем так и есть по поводу того что лучи мир фальшивок да лучи мир фальшивок но здесь дело такое что кангвей сам как раз в эвансе сказал что кокуро все равно такое же он оде поэтому здесь фальшивка или не фальшивка сейчас уже разница иметь никакой не будет да слава богу его здесь нету лично то есть оригинал вроде бы об этом не знает от которого спроецирован луч но эта погода никому не изменит потому что вы уже видите что юрий вход ханоне и на всех официальных мероприятиях это здорово не то чем его роль по которой он полюбился миру вот то есть для астерии ключевые сейчас персонажи для мира вот эти вот четверо сразу скажу что дюк в астерии посторонний он пришел из того же мира откуда ягдроссель и он последний выживший оттуда этот мир уничтожен мир назывался матес лазарес у нас появляется ее единственное появление до астерии это tells of the world radiant me fall g3 прохождение которой я попытаюсь положить на мой канал потому что у меня на это есть в принципе наверное месяц с небольшим до того как начнется 6 глава астерии чтобы все таки немножечко подтянуть вас кто собрался следить за моим каналом и за развитием сказаний дальше до того уровня который нужен для того чтобы начать астерию дюк это дюк и первое его появление у нас в не висперии было в как раз twin brave он там один из антагонистов но играбельный и наша канона и арсхарт которая сейчас везде вот она у нас фигурирует везде и она у нас в астерии является десендером что доказывает прямое родство астерийского мира с корневым деревом вот если у вас есть какие-то вопросы задавайте потому что мы наконец-то скоро узнаем настоящую висперийскую концовку которая заставит вас полностью забыть все что вы видели в игре потому что игра действительно этот парень которого юрий там играет я понимаю почему он вам всем понравился но нельзя же быть такими извините за выражение лохами я понимаю дети пострадали но когда мне взрослые люди пишут про какого-то юрия я хватаю за голову насколько вообще нужно быть не в теме там на коробке звезда нарисована вот и наш карри опять делится на джейда ну статистика стандарт вот и все то есть от меня на канале в ближайшее время можно ждать она за рдм в котором я изрядно застряла и радио мифол джи 3 если меня не подведет опять эмулятор получил момент настал они слишком это затянули то есть для меня практически два года в лучах можно сказать что потеряны тот момент ради которого я начала сама играть в лучи он наступил вот только только сейчас а вот и еще раз говорю вот этого вот юрия нет ты мне не то сейчас говоришь что я хочу тебя услышать скажи мне что-нибудь другое ну давай вредный ну давай ну правда ну наконец-то о майна радоса вот то есть в следующем месяце начинается скажем так в следующем месяце все только начинаются следующего месяца лучи для меня только начинаются выкладывать их на канал как я уже сказала я не буду только отдельные сцены и потому что я веду здесь мой конспект смотрим что в итоге сделает лазарес потому что я конечно здесь все равно надеюсь только что я не буду делать только на лазарес уже что касается юрия я его прошу прощения я их не комментирую то есть это вообще для меня конечно тоже было открытие будь здоров ну как бы там ни было в ходе нашей очень горячей дискуссии поскольку здесь слишком много полубогов богов и так далее учитывая как сейчас эта тема камея начала подаваться в кристории хотя меня это нисколько не удивляет то что сейчас начало происходить в кристории я скажем так ждала ждала когда наконец эта серия покажет зубы по-настоящему которые у этой серии только в книгах с кучей милых игр по ней это конечно давно пора окончать вот ну ладно в общем воду в ступе толочь не будем в этом момент действительно настал поэтому сейчас я все-таки попробую заняться радиантный fall g3 которая вышла в 2011 году до того как случился reimagination tales of innocence и весь тот лор который дает tales of the world radiant me fall g3 мне реально сейчас нужен на канале сколько бы времени это не заняло спасибо за внимание до встречи до встречи пока не до встречи до встречи Продолжение следует...